Лебезятников рассказал Соне, что Катерина Ивановна, рассорившись с квартирной хозяйкой Амалией, убежала за справедливостью к генералу, начальнику Мармеладова, но была прогнана оттуда и теперь собирается на улицу шарманку носить, а дети будут петь и плясать за деньги. И она каждый день будет с ними под окно генералу ходить, чтобы он видел, как нищенствуют благородные дети чиновного отца. Соня побежала на улицу искать Катерину Ивановну. Раскольников побрел к себе домой. Дома его охватили страшная пустота и одиночество. Вдруг вошла его сестра Дуня. – Брат, – тихо и серьёзно сказала она, – Разумихин мне рассказал, что тебя преследуют по гнусному подозрению. Я теперь поняла, почему тебе так тяжело и не сужу за то, что ты нас бросил. Но ты приди, успокой, мать! Дуня повернулась уходить, но Раскольников окликнул её и посоветовал сестре не расставаться с прекрасным человеком Разумихином. – Прощай, Дуня! – с тоской произнёс он. – Разве мы навеки расстаёмся? – недоумевала она, уходя. Раскольников тоже вышел из дому. Навстречу ему бежал Лебезятников, рассказывая. Катерина Ивановна и правда вывела детей на улицу, заставляет их петь и плясать, а Соня бегает за ними в выступлении. Они вдвоём пошли туда, где всё это происходило. Катерина Ивановна с детьми, окружённой народом, то пыталась петь, то кричала на детей, то бронилась с насмешниками из толпы. – Пусть видит весь Петербург, как милость не просит, дети благородного отца, который, можно сказать, умер на службе! – кричала она. К ней протиснулся городовой. Дети, увидев его, бросились бежать. Катерина Ивановна кинулась за ними, но на бегу упала, и изо рта её ручьём хлынула кровь. Её перенесли в Сонину квартиру, которая была рядом. – Бери детей с рук на руки, Соня! – хрипела Катерина Ивановна. – А я умираю! Кончен бал! Она отказалась от священника, говоря, что на него только будет потрачен лишний целковый. А не простит Бог мои грехи? И не надо! Катерина Ивановна умерла. Раскольников с изумлением заметил, среди собравшихся в Сонину комнату людей Свидригайлова. Тот подошёл к нему со словами. – Похороны беру на себя. Детей я помещу в сиротские заведения получше и положу на каждого до совершеннолетия по полторы тысячи капиталу. Да и Софью Семёновну из омута вытащу. Передайте Дуне, что десять тысяч, которые хотел ей отдать, я вот так употребил. Свидригайлов Плутовски подмигнул и добавил. – Ведь не вожжа была, Катерина Ивановна, как какая-нибудь старушонка-проценщица. Раскольников остолбенел, слыша от Свидригайлова собственные слова, которые раньше говорил Соня. – Да ведь я здесь через стенку у мадам Реслих стою, – объяснял Свидригайлов. – Ваш разговор Соня весь слышал. – Заинтересовали вы меня, Родион Романович. Мы с вами сойдёмся, и увидите, какой я складной человек.